Сегодня наш выпуск посвящен одному из самых знаменитых композиторов в мире Петру Ильичу Чайковскому. А начнем мы наше путешествие здесь, на Ленинградском вокзале, так же, как оно началось в жизни великого композитора. Лебединое озеро, Евгений Онегин, музыка к драме «Снегурочка» – все эти шедевры были созданы здесь, в Москве. С именем Чайковского навсегда связана Московская консерватория, которая гордо носит его имя. На своих занятиях молодой педагог объяснял просто и доходчиво, показывал примеры из Моцарта и Глинки, терпеливо выслушивал скудные ответы на экзаменах. Любимым учеником Чайковского был Сергей Васильевич Рахманинов. Он не занимался в его классе гармонии, однако нередко Петр Ильич его экзаменовал. На одном из экзаменов в консерватории он поставил ему пять с тремя плюсами – высшую оценку за всю историю этого вуза. Именно Чайковский рекомендовал выпускную работу Рахманинка, оперу Олега, к постановке в Большом театре, что было настоящим чудом для начинающего композитора. В память о великом композиторе, потрясенной смертью Чайковского, Рахманинов создает эллигическое трио. Единственный существующий сегодня дом, в котором жил Петр Ильич, находится на Кудыринской площади. Он преподавал ради того, чтобы было на что жить, и очень от этого страдал. Его в буквальном смысле спасла поддержка и моральная, и материальная уникальной личности, вдовы крупного железнодорожного промышленника Надежды Филаретовны фон Мэг. Они переписывались 13 лет почти каждый день. Нет ни одной книги про Петра Ильича Чайковского, биографической, в мире, в которой не цитировалась бы эта переписка. За все 13 лет они так и не встретились лично. Правда, были две случайные встречи, на которых и Петр Ильич, и Надежда Филаретовна не подошли друг к другу. Свой последний адрес в Москве Чайковский обрел здесь, на улице Знаменка, 14. Покинув Знаменку, Чайковский окончательно перебрался в свою усадьбу в подмосковный Клин, чтобы написать свою лебединую песню, Великую Шестую Симфонию. А сегодня музыканты не могут сдержать эмоций, слушая это гениальное творение композитора. А наше телепутешествие по московским маршрутам Петра Ильича Чайковского на этом завершается. С вами была Оксана Федорова и телепроект «Музыкальная Москва».